Всем привет! Продолжаем знакомиться с знаменитыми художниками, их произведениями. Сегодня я хотел бы немножко вам рассказать о биографии знаменитого художника эпохи Возрождения, величайшего художника Джованни Беллини. Несмотря на то, что его называли отцом венецианской живописи, на полотнах этого мастера никогда не появлялись пейзажи родной Венеции. Джованни Беллини – это один из величайших художников эпохи Возрождения, с легкой кистью, в кавычках, которого итальянское искусство вышло на новый уровень, так написано в Википедии. Его творчество превратило Венецию в центр Ренессанса, который по значимости был равен только Флоренции и Риму. Многие исследователи отмечают, что Беллини удалось привести венецианское искусство к той форме человечности, что было так необходимо западному миру. На протяжении 60 лет художник не уставал держать в руках кисти, смешивать краски и искать новые сюжеты для своих полотен. Некоторые современники Беллини считали, что он был человеком особого склада. Кроме уникального таланта художник обладал утонченным чувством красоты и стремлением к гармонии. Идеалистические взгляды мастера ярко проявились в его картинах, созданных под влиянием Андрея Монтенни, который был его зятем. Андре Монтенни – итальянский художник, представитель подуанской школы в живописи, в отличие от большинства других классиков итальянского Ренессанса, он писал в жесткой, резкой манере. Именно Андрея открыл Джованни в тонкости флорентийского и досканского искусства. Вот что пишут в Википедии. Творчество художника Джованни Беллини проложило дорогу венецианской живописи от поздней готики и протаренессанса к новому искусству эпохи Высокого Возрождения. Жизнь Беллини, по-видимому, была спокойной и благополучной. Обычно он не переставал получать заказы. Большая мастерская и значительное число произведений, которые вышли из ее стен, говорят об успехе, популярности и процветании этого художника. Творчество Беллини превратило Венецию в важный центр ренессансного искусства, равный по значению Флоренции и Рима. Некоторые исследователи предполагают, что Джованни был рожден от любовницы или являлся сыном Якопа Беллини, это его отец, от какого-то гипотетического первого брака. Но эти предположения особого распространения не получили. Точная дата рождения Беллини неизвестна. Он прошел обучение в мастерской своего отца. Его ранние работы по-прежнему являются предметом дискуссии, поскольку среди ученых существуют различные расхождения в атрибуции тех произведений, которые приписываются к его начальному периоду. Трудился в мастерской своего отца, помогал выполнять наиболее крупные заказы. В 1460 году совместно с отцом и братом Джентили работал над алтарным образом в соборе Сан-Антонио в Падуе. Но, к сожалению, этот алтарный образ не сохранился. Венецианская живопись XV века находилась под влиянием двух культур – византийской и нидерландской. Величие византийских иконных образов и скрупулезный натурализм северной школы послужили основой для становления творчества у мастера. Еще одним источником вдохновения служили работы флорентийской скульптора Донателло. Донателло де Николо де Бетто Барди – итальянский скульптор эпохи Возрождения. Основоположник индивидуализированного скульптурного портрета, как говорит об этом Википедия. Самое сильное влияние на Джованни произвело творчество Андрея Монтени, который породнился с домом Беллини, женившись в 1453 году на сестре Джованни – Николози. К раннему периоду художника относят несколько Мадонн с младенцем. Греческую Мадонну из галереи Брера – Милан, которая считается несомненным шедевром. С момента своего создания она украшала дворец Дожи в Венеции, а в галерею Брера попала в 1808 году после церковных реквизиций, устроенных Наполеоном. В венецианских домах хранилось большое количество икон. И, конечно, их влияние на творчество в Беллине бесспорно. Это были иконы византийского и критогреческого происхождения. Исследователи отмечают нежную бесстрастность бельниевских Мадонн, напрямую связывая эти качества с византийским наследием. Технология производства картин была позаимствовала мастером все же у нидерландцев. Другая тема его творчества – это оплакивание Христа, называемая Пьета. Она также ведет свое происхождение из византийской традиции. К примеру, Пьета из Академии Карара Бергама и Пьета из музея Польди Пиццолли в Милане. Стала прототипом целой серии картин, которые изображают полуфигуру мертвого Христа, возвышающего на церковь. К середине 1460 года Джованни становится известным мастером и начинает получать престижные заказы на исполнение церковных алтарей. Между 1460 и 1464 годами он участвовал в создании алтарей для церкви Санта-Мария де Лакарита. Эта церковь в середине 15 века была перестроена и для четырех фамильных алтарей Беллини были заказаны четыре триптиха. Триптих святого Лаврентия, триптих святого Себастьяна и триптих Мадонны с триптихом Рождества. Сегодня все они находятся в галерее Академии в Венеции. Исследователи считают, что по большей части эти алтари писали другие художники. А Джованни мог принадлежать сам в замысле. Не вызывает сомнений только триптих святого Себастьяна, который считается работой целиком выполненной рукой Джованни Беллини. К 1485 году относятся свидетельства, что Джованни был женат на женщине по имени Джиневра. Судя по завещанию сына Беллини, она умерла в 1498 году. В нотариальных архивах сохранилось завещание некой Марии, которая именует себя вдовой живописца Джованни Беллини. Из чего часть исследователей сделали вывод, что после смерти супруги Беллини женился вторично. Одной из крупных работ художника является триптих из Венецианской церкви Санта-Мария Ди-Фрари. На нем художник изобразил в центре Мадонну с младенцем на троне и святых Николая Петра, Марка и Бенедикта. Параллельно с религиозной живописью Беллини с 1470-х годов занимался портретами. Они немногочисленны, но значительно по своим результатам. Так пишет в Википедии. Исследователи видят в них несомненное влияние Антонелла де Мессины, который был замечательным мастером этого жанра, портретного жанра. Самый ранний портрет Беллини написал в 1474 году. Это портрет Йорга Фуггера. Портреты глубоко реалистичны. В них удалось достигнуть той степени психологического контакта со зрителем, который присущ работам Антонелла де Мессины. Знаменитый портретист, мастер этого жанра. Надо сказать, что в старости Беллини не утратил способности как к восприятию нового, так и к обновлению своего искусства. Несмотря на преклонный возраст, ему уже было в 1510-х годах приблизительно 75 лет. Он оказался способным создавать новые шедевры. Альбрех Дюрер, посетивший в 1506 году Венецию, пишет. «Джованни Беллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему хотелось иметь что-нибудь из моих работ. И он сам приходил ко мне и просил, чтобы я ему что-нибудь сделал. Он же хорошо мне заплатил. Все говорят мне, какой ты достойный человек, и я тоже к нему расположен. Он очень стар, но все еще лучше живописен. После смерти старшего брата Джованни получил в наследство книгу рисунка своего отца Якопа Беллини, но при условии, что он должен завершить неоконченную картину. Сохранился документ, согласно которому Скоу Ди Сан Марко поручала Джованни завершение картины. Однако критики до сих пор расходятся во мнении, что в ней принадлежит кисти каждого из братьев. По словам визари, историка знаменитого, Ти Сан непосредственно вмешался в картину «В биржество». Она находится в Национальной галереи в Вашингтоне, написанная Джованни. Поскольку тот, будучи очень старым, не мог закончить произведение, то поручил этот Ти Сану, как самого знаменитого живописца среди всех, чтобы он ее завершил. Исследования в рентгеновских лучах, проведенные в 1956 году, подтвердили вмешательство в картину двух художников – Доссо Досси и Тициана. Хотя, однако, это вмешательство относится главным образом к пейзажу, составляющей фон сцены. 29 ноября 1516 года Марин Санудо в своем дневнике оставил такую запись. Сегодня утром стало известно, что скончался Джован Беллин, замечательный живописец, прославленный во всем мире. Джованни Беллини был уительным мастером, способным на протяжении своей карьеры, продолжавших более 60 лет, улавливать новые веяния и воспринимать их, оставаясь тем не менее самим собой. К концу жизни в своем искусстве он далеко ушел от того, с чего начинал. И в этом отношении его сравнивают с Рафаэлем, его творчество открывает то, что принято называть золотым веком венецианской живописи, когда достигло расцвета творчества его учеников или последователей – Джорджоне и Тициана, а также Тинторетто и Веронезе. Знаменитый в Азаре историк считал его картиной лучшими из тех, что когда-либо были созданы. Джованни Беллини оставил после себя более 200 произведений, картины, рисунков. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, то, что мне удалось найти в интернете. Информации не очень много, конечно, но вот то, что я нашел в Википедии, я прочитал. Всем пока. Сегодня мы узнали о Джованни Беллини, величайшем художнике эпохи Возрождения. Все, всем пока, всем привет, до свидания, посмотрите работы, которые мне удалось найти в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok